Как мы вчера и предполагали, рост рынка США продолжается. На открытии недели все главные индексы прибавили в цене, а доллар укрепился против евро. Промышленный Dow Jones вырос на 0,2%, а NASDAQ почти на 1%. И в ожидании данных по ВВП и инфляции в США рынок получил неожиданно очень оптимистичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Далласа. Поэтому мы решили разобраться, как вся эта ситуация скажется на настроениях рынка в целом. Индикатор состояния рынка S&P500, открывшись вчера с прибавкой в 0,5%, продолжает укрепляться. Сегодняшняя актуальная цена на фьючерсы S&P500 поднялась уже до 4576 пунктов. Судя по всему, ее рост продолжится в границах диапазона между отметками 4540 и 4590 пунктов. Усилению индекса без сомнения способствуют высокие прибыли компании из списочного состава. Так, чистая прибыль Facebook за 9 месяцев выросла в 1,6 раза и составила 25 млрд долларов. Капитализация компании Tesla превысила вчера 1 трлн долларов, а капитал самого Илона Маска выросла до 250 млрд долларов. На поле противостояния доллара и евро выступила сильная экономика США с одной стороны и топливный кризис в Европе с другой. В результате вчера американская валюта нанесла европейской валюте сильные удары, пока движение в паре остановилось. Сейчас индекс доллара корзине валют торгуется на отметке 93.80. Как мы уже упоминали ранее, все внимание валютного рынка направлено на новости конца недели и, конечно, на решения Федрезерва США, что будут озвучены 3 ноября. А пока ценовой диапазон индекса доллара вероятнее всего будет проходить в границах между отметками 93.50 и 94.00. В результате укрепление американской валюты остановилось и снижение пары доллара США и Канады. Сегодня котировка этой валютной пары держится вблизи отметки 1.2350. И хотя давление высоких цен на нефть сохраняется, но, возможно, накопленного укрепления канадскому доллару уже достаточно для удержания цены в диапазоне 1.2300 и 1.2450. А укрепление американца, как мы уже могли убедиться на прошлой неделе, усиливается по мере приближения даты X 3 ноября. Здесь будет решение регулятора по монетарной политике в США. Поэтому график этой валютной пары скоро снова будет расти, о чем говорят аналитики валютного рынка. А вот у биткоина сейчас некая неопределенность. Цена в 62 и 63 тысячи долларов стала камнем преткновения между покупателями и продавцами. И пока достоверно нельзя сказать, в каком именно направлении продолжит свое движение цена главной криптовалюты. Однако можно быть уверенным, что если стоимость опустится ниже 62 тысяч и продержится так некоторое время, то возможность снижения еще ниже и покупатели временно возьмут паузу. Тем временем рынок США растет и ждет важных новостей уже в конце этой торговой недели. В четверг и пятницу выйдут данные по ВВП США за третий квартал и отчет по инфляции за сентябрь по динамике доходов и расходов американцев. Также до конца этой недели по заявлениям демократов в Конгрессе США могут быть завершены переговоры по пакету социальных программ и климату. В таком случае принятые решения могут дать дополнительный стимул для роста многих отраслей американской экономики. И на этом наш выпуск завершен. Благодарим за внимание и ждем вас на нашем канале уже завтра. До встречи!